МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотя первые примеры фотокниг появились спустя всего несколько лет после официального объявления об изобретении фотографии, сам этот термин сложился относительно недавно. До начала XXI века его вряд ли можно было встретить во многих исследовательских трудах. Писатель и куратор Дэвид Кэмпани предполагают, что в действительности формат только выиграл от этого. Возможно, фотокнижное дело не стало бы настолько многообразным, если бы оно сформировалось как унифицированная художественная практика. Так что же означает это новое понятие, в отношении которого у нас в стране наблюдается некоторая путаница? Ведь не секрет, что в России под словом фотокнига чаще всего понимают сборники свадебных и семейных фотографий, пришедшие на смену традиционным домашним альбомам. Критик Джерри Бэджер, который совместно с Мартином Паром ответственен за впечатляющую трилогию по истории медиума, считает, что фотокнигой является книга, неважно с текстом или без него, основное послание которой доносится за счет изображения. Эта книга, чем автором может быть как фотограф, так и редактор, отбиравший снимки, или даже группа художников. Создатель такого издания выступает в качестве своего рода режиссера. В этом свете не случайно сравнение фотокниги с кино, высказанное голландским критиком Ральфом Принцем. Он в частности называет фотокнигой автономную художественную форму, сопоставимую со спектаклем, пьесой или фильмом. Фотографии в ней утрачивают свою природу вещей в себе и становятся переведенными в типографскую краску фрагментами драматического действия, называемого книгой. Не было бы лишним дополнить это понятие и другими параметрами. Важно понимать, что сообщения внутри фотокниги транслируются в тесной связи с особенностями дизайна, с такими технологическими параметрами, как формат издания, тип переплета, вид бумаги и так далее. Развивая эту мысль, приведу слова Мартина Пара. Во-первых, хорошая книга состоит из отличных фотографий. Во-вторых, вы должны иметь такой метод производства и нарратив, который действительно позволяет этим снимкам наиболее эффектно продвигаться к зрителю. Каждый аспект книги должен работать ей на пользу. Пожалуй, не все издания, о которых пойдет речь в рамках этого курса видеолекций, соответствуют подобным требованиям. Некоторые из них выглядят даже как насмешка над правилами. Но будет полезно проследить этот неоднозначный путь формирования медиума. Фотография с самого начала шла рукообраку с издательским делом. Истоки их сотрудничества можно обнаружить даже раньше, чем было объявлено об изобретении Луида Гера. Еще в марте 1839 года Уильям Генри Фокстальботт, человек своего времени, ученый, литератор и немножко художник, предложил своему другу-ботанику Уильяму Джексону Хукеру подготовить книгу о британских растениях. Предполагалось, что это издание проиллюстрирует новый процесс создания изображений, который сам изобретатель обозначил как фотогенный рисунок. Однако несколькими месяцами позднее Франсуа Рогов вместо Луида Гера, сам ученый в этот день очень сильно волновался, зачитал перед французским институтом доклад о новом методе получения изображения под названием дагеротипе. В конечном счете Тальботт вышел победителем в этом соревновании, потому что его идея изначально предполагала тиражирование снимков, а не создание уникального кадра. Однако на тот момент, безусловно, англичанин испытывал досаду. Более того, пока он занимался совершенствованием своего процесса фотографического письма, на книжном поле его тоже обошли. Впрочем, здесь все не так очевидно. Стоит вообще сказать, как обстояло дело с книжными иллюстрациями до появления фотографии. Наиболее распространенными методами, использовавшимися для создания картинок в издательской продукции, на тот момент были литография, ксилография и афорт. Были, безусловно, и другие способы, однако они использовались в меньшей степени. В любом случае, применение наиболее популярных методов сопряжено было с достаточно большими усилиями технологическими. Особенно это касалось литографии, которая сначала печаталась на отдельных страницах, уже потом переплеталась с текстовыми листами. Чуть попроще дело обстояло с ксилографией, которая печаталась на той же бумаге и на тех же страницах, что и текст. Однако особенности этого метода в передаче информации реального мира все-таки были ограничены изначально техническими возможностями. Поэтому, когда было объявлено об изобретении догеротипе, первая мысль, которая очень многим пришла тогда в голову, была связана с тем, что вот этот новый способ получения изображения в первую очередь пойдет на пользу книжной гравюри. И с самого начала, ну так и было, художники использовали догеротипы для создания литографии и ксилографии, использовавшихся для иллюстрации книг. Одними из первых фотографическую достоверность заимствуют сувенирные изображения памятников. Внезапно памятники истории перестают быть прикрепленными к точке на карте, к отдельной культурной традиции и как бы сами отправляются в путешествия. В числе наиболее известных проектов в этом направлении можно считать прогулки Дагера, Ноэля Марили Рибура. Они выпускались в период с 1840 года по 1844. Несмотря на то, что публикация это не была первой, тем не менее, ее стоит считать уникальной, поскольку во втором томе проекта, изданном в 1842 году, три из 114 изображений были напечатаны с помощью любопытного метода, придуманного французским ученым-аполитом Физо. Сами Дагерати потравились таким образом, чтобы получить форму глубокой печати, применявшуюся для оттиска на бумаге. В целом же, этот период использования изображений в книге по замечанию исследователя Густава Лозана стоит охарактеризовать как этап, когда фотографию пытались выдать замуж за чернила. Название самой первой книги, основанной на фотографических изображениях, претендует две работы. Одни исследователи предлагают закрепить первенство за карандашом природы уже упоминавшегося Тальбота. Другие, однако, настаивают на том, что пионером формата является проект Анны Эткинс «Британские водоросли. Ценотипные оттиски». Против последней теории говорит, в частности, то, что книга Эткинс была выпущена небольшим количеством копий. Разные источники называют цифру от 12 до 17. Она имела узкий круг распространения, не продавалась. И эта начатая в 1843 году работа фактически завершилась только в 1853. К тому же, ценотипы, представленные в британских водорослях, не являются в полной мере фотографиями. Фотографиями в привычном смысле этого слова, поскольку создавались они без использования камеры. Со всеми этими доводами есть смысл согласиться, тем более, что сама Эткинс презентовала свою работу не как книгу, а именно как альбом для частного пользования друзьями-ботаниками. Она никогда не ставила перед собой амбициозных целей, подобно Тальботу. Впрочем, ее работа для своего времени была весьма прогрессивной, и было бы неправильно ее проигнорировать. Прогрессивной фигурой была и сама Анна Эткинс, единственная дочь ученого Джона Чилдерна. Она достаточно рано проявила интерес к науке и в качестве основного поля деятельности выбрала ботанику. Причем на этом поприще добилась впечатляющих результатов. Тут достаточно упомянуть, что ее выбрали членом лондонского ботанического общества, что для женщины той эпохи было событием, в общем-то, неординарным. Кроме того, она проявляла интересы к художной деятельности. Еще в 25-летнем возрасте она создала серию гравюр, которые впоследствии проиллюстрировали труд Жанна Батиста Ламарка, Дженера оф Шеллс, переведенный ее отцом. Изучая особенности британских водорослей, сама она была не готова ограничиться одними лишь рисунками в собственной книге. Эдкинс ввела переписку с Тальботом. Она была в курсе его техники. Она знала также об экспериментах Джона Гершеля. И хотя камера у нее имелась, однако ботаника дала предпочтение менее дорогой и более простой ценотипной технике Гершеля, друга и соседа ее семьи. Эдкинс рассудила таким образом, что использование именно этого метода позволит получить кадр, произведенный в сущности самим растением, о чем она и писала в первом же предложении во вступлении к своей книге. Сложность создания точных рисунков объектов, таких как морские водоросли и нечатка, побудила меня воспользоваться красивым процессом ценотипа Джона Гершеля, чтобы добиться оттисков от самих растений, что я с большим удовольствием предлагаю теперь моим друзьям-ботаникам. В реальности, имеющей красновато-коричневый или мутновато-желтый цвет, на созданных Эдкинс-изображениях водоросли предстали белоснежными отпечатками на ярко-синем фоне. Но, как и любые хорошие фотографии, работы ученой представляют собой гораздо больше, чем просто детальные иллюстрации. Они сочетают в себе научную информацию и эстетическое наслаждение, предвосхищая снимки Карла Блоссфельда, опубликованные почти сто лет спустя. В отличие от фотографий ее немецкого коллеги, ценотипы Эдкинс лишены отстраненной гиперреалистичности и, напротив, воспринимаются как поэтичные образы. Хотя книга была создана, по сути, вручную и позиционировалась как альбом, она демонстрирует интересную концепцию дизайна. Эдкинс подобрала стиль написания заголовков, текстов, комментариев к изображениям, причем все это также было напечатано методом ценотипии. Удивительно, что, несмотря на небольшое число экземпляров, работа ботаника сохранилась гораздо лучше, чем многие другие книги того времени. Возможно, произошло это потому, что владельцами копий британских водорослей были главным образом друзья Эдкинс, семи которых десятилетиями хранили свои экземпляры. Первый том книги был выпущен 14 октября 1843 года, а в течение последующего десятилетия выходили другие копии, каждая из которых пополнялась новыми ценотипами. Примечательно, что именно от этой стартовой даты международным сообществом впоследствии было решено вести историю фотографии. Несмотря на все доводы историков, с 2013 года именно 14 октября празднуется как Всемирный день фотокниги. Претендующий на пальму первенства карандаш природы Тальбота, конечно, являлся гораздо более амбициозной работой. Это была не просто книга с фотографиями. Ученый фактически выпустил настоящий манифест. Как писал историк Бомонд Ньюхолл, проект Тальбота был сочетанием сразу нескольких вещей в одном. Карандаш природы – это одновременно реклама, эксперимент, визитная карточка, истории, эстетическое достижение и приглашение к дискуссии. Изобретатель изначально ставил себе задачу популяризировать собственную фотографическую технику. Но, будучи довольно предприимчивым человеком, Тальбот решил извлечь из этого еще и денежную выгоду. Карандаш природы, если не считается самым первым фотографическим изданием, то первой коммерческой фотокнигой, выпущенной полноценным тиражом, точно является. Эта работа выходила в шести частях с 29 июня 1844 года по 23 апреля 1846. Включала она в общей сложности 24 листа с изображениями, в каждой части было от 3 до 7 кадров. Все опубликованные в издании снимки Тальбот сопроводил отдельным разъяснительным текстом. И, несомненно, эти комментарии превалировали над кадрами. Тальбот писал о фотографии в первую очередь как о средстве документации окружающего мира. По его мнению, главными задачами фотографического изображения на ближайшие десятилетия будут путешествия, археология, архитектура, художественная репродукция, каталогизация. И, собственно говоря, практически все эти сюжеты он и представил в своей книге. Его работа содержала разнородное собрание довольно формальных утилитарных снимков. На них были запечатлены архитектурные детали, ботанические образцы, предметы интерьера, произведения искусства. При этом ни одного классического портрета как будто Тальбот оставил лица сторонникам Тагеротипа. Такая коллекция сюжетов вызвала смешанную реакцию как у современников-изобретателя, так и позднее у исследователей фотографии. «Подбор объектов иногда не очень удачен», писал один из критиков. Другой, в свою очередь, отмечал, «В дюжине иллюстраций, опубликованных в карандаше природы, мы видим отображение красот и дефектов фотографии». Тальботу не удалось осуществить успешно всю его амбициозную программу. Прежде всего, его проект столкнулся с большими технологическими проблемами. Дело в том, что Колотипия тогда еще не была процессом, подходящим для массового производства отпечатков. И приходилось тратить достаточно много сил и времени, чтобы получить нужный снимок. При этом оттиски постоянством не отличались, и после распространения книги некоторые кадры в ней могли исчезнуть практически полностью, что, безусловно, работало против желания Тальбота популяризировать его изобретение. В конечном счете, все усилия ученого не способствовали снижению стоимости тиражирования фотографий, и карандаш природы по тем временам стоил достаточно дорого – 3 фунта, в то время как альбомы, иллюстрированные обычным способом, стоили полтора. Для сравнения, годовая зарплата английского рабочего в тот момент составляла примерно 10 фунтов. В том числе и по этим причинам карандаш природы не имел коммерческого успеха, и его продажи снижались с каждым новым выпуском. Если на первую часть было подписано еще 274 человека, то до шестой части от них осталось всего 73 последователя, и в конечном счете Тальбот был вынужден свернуть свой проект, хотя изначально он планировал 10-12 частей. Однако фотографическое предприятие Тальбота в Рейдинге, открытое в 1843 году, помимо карандаша природы выпустило и еще одно издание, более скромное, но тем не менее достаточно конъюнктурное. Тираж солнечных картин в Шотландии составил свыше 100 копий и распространялся по подписке. Одним из подписчиков была королева Виктория. Книга включала 23 снимка мест, которые ассоциировались с жизнью и творчеством Вальтера Скотта, в том числе и среди них был дом литератора. Это была очень своевременная работа, совпавшая с апофеозом писателя, случившимся после его смерти в 1832 году. В сущности, Тальбот хотел использовать его славу, чтобы опять же продвинуть собственное изобретение. Но в отличие от карандаша природы, фотографии в этом издании были гораздо более живописными, имеющими большую эстетическую ценность. Однако в коммерческом плане этот проект не сумел спасти тонущую лодку фотофабрики Тальбота. У него никак не получалось справиться с проблемой выцветания отпечатков, и в 1846 году предприятие в Рейдинге было закрыто из-за своей убыточности. Но, как и предсказывал Тальбот, первые три десятилетия фотография сосредоточилась на путешествиях, архитектуре, на археологических исследованиях, и в том же направлении развивалась и фотокнига, заточенная главным образом под документацию исторических памятников, произведений искусства, живописных пейзажей и этнографических объектов. Каноническими тревел-альбомами раннего периода были публикации француза Бланкара Эврара, чья фотографическая фабрика в Лиле в период с 1851 по 1857 год выпустила два десятка книг. В большинстве своем они были достаточно типичны, и названия имели соответствующие, например, фотографические этюды или этюды и пейзажи. И эти заголовки недвусмысленно отсылали к живописной традиции, указывая на то, что фотография сохраняла прикладное значение, являясь всего лишь сырым материалом для будущих работ художников. Из ряда подобных публикаций о путешествиях выделялись три книги, посвященные Среднему Востоку, интерес к которому вообще был ярко выражен в то время и проявился во многих печатных проектах ближайших десятилетий. Первой была работа Египет, Нубия, Палестина и Сирия Максима Дюкана, известная своими скрогими изображениями, радикально отклонявшимися от романтической модели. Примечательно то, что компаньоном Дюканов в его путешествии был Гюстав Лабер. Востоковеческую линию продолжили состоявшие из двух секций Нил Джона Бислигрина и Иерусалима Гюста Зальцмана. Хотя ориентализм, безусловно, главенство фотокнигов, появлялись и примечательные тревел-проекты о других частях света, в частности, The Yosemite Book геолога Джозио Уитни со снимками Карлтона Воткинса и The Arctic Regions Уильяма Брэдфорта. Последняя работа, к слову, является собой ранний пример двухстраничного разворота фотокниги. Период с 60-х по 80-е годы 19-го столетия называется исследователем Уэстоном Найфом золотой эры фотографических книг. Несмотря на довольно громкое определение, означало это лишь то, что на тот период пришлось расширение и развитие рынка изданий, возможным оно стало благодаря определенной технологической стабильности. С одной стороны, уходит в прошлое гегемония колодей на стекле, с другой, быстро совершенствуются фотомеханические процессы. Основная часть из дошедших до нас работ этого времени ценится не с художественной точки зрения, а с позицией исторической важности, как, в общем-то, и издание предыдущих двух десятилетий. Таким работам относятся каталоги, технические, научные и медицинские отчеты. Слово «отчет» вообще ключевое в отношении фотокниг той эпохи. За исключением некоторых работ, на протяжении последующих десятилетий XIX века фотографические издания по существу оставались пространством индустрии знаний, а фотограф выступал скорее в роли иллюстратора. Впрочем, это не значит, что среди подобных проектов не было исключительных. Так, например, из числа научных трудов выделяется Луна как планета-мир и спутник Джеймса Несмита. В определенном смысле это проект, предвестник современных опытов, подрывающих правдивость фотографий, хотя на момент появления таковым он, естественно, не представлялся. 24 фотографии Несмита, вошедшие в его совместную с астрономом Джеймсом Карптером книгу, это поразительно детальное изображение лунной поверхности, столь четкие, какие в 1964 году сделал Ranger 7, первый американский зонд, передавший на Землю выполненный с близкого расстояния виды естественного спутника планеты. Высокое качество снимков Несмита вызывает вопрос, как астроном-любитель из Северной Англии примерно за 100 лет до старта космической эпохи сумел добиться такой впечатляющей достоверности, имея доморощенный телескоп и довольно примитивную камеру. Несмит был сыном достаточно известного шотландского пейзажиста Александра Несмита. В год, когда французскому институту был представлен процесс декеротипии, на тот момент 31-летний Джеймс Несмит набросал первый эскиз правого молота, изобретение, принесшего ему успех и славу. Запатитовав идею, он очень скоро ушел в отставку и последние три десятилетия своей жизни посвятил другому своему любимому увлечению – астрономии. В темное время суток в одной ночной рубашке он, вооружившись телескопом, расхаживал вокруг собственного дома в Манчестере в поисках наилучшего вида звездного неба. И больше всего его внимание захватывала Луна. Разглядывая ее, Несмит, будучи, как его отец, достаточно опытным рисовальщиком, делал подробные эскизы поверхности спутника, задействуя серую тонированную бумагу и черные и белые мелки. На основе этих работ им была создана большая лунная карта. Впервые она была представлена на Всемирной выставке 1851 года, где была удостоена золотой медали. Те же самые рисунки астроном использовал для изготовления гипсовых моделей отдельных участков небесного тела. И некоторые из них, кстати говоря, по-прежнему хранятся в собрании Музея наук в Лондоне. Скульптурные композиции, чей размер не превышал 20 квадратных дюймов, стали частью визуальной фантазии Несмита, опубликованной на страницах его книги. Изобретатель переснял эти миниатюрные слепки, осветив их под низким углом, таким образом разрешив очень важную для своего времени проблему. Технически на тот момент невозможно было получить реальное детальное изображение Луны или даже увеличить фрагмент имевшихся снимков. Все фотографии спутника Земли воспринимались астрономами всего лишь как красивые картинки, лишенные практической пользы. Итоговые же крупные кадры Несмита оказались гораздо более четкими, нежели самые лучшие изображения таких пионеров астрофотографий, как Генри Дрейпер, Льюис Резерфорд и Уоррен Деларю. Работа последнего из авторов, собственно говоря, является единственным подлинным видом Луны, помещенным в книге. Помимо непосредственно лунных кадров, Несмит использовал для иллюстрирования своих идей, а он настаивал на вулканической активности лунных кратеров, фотографии, не совсем типичные для научных изданий его времени. Например, снимки морщинистой руки самого ученого и старого яблока. Эти образы он демонстрировал, чтобы показать эффект влияния возраста на изменение поверхностей. Сегодня, вероятно, они способны вызвать улыбку, как и в целом вся задумка Несмита с гипсовыми моделями. Однако современниками работа ученого воспринималась как ловкий ход. Более того, даже зная, что снимки Несмита – это фикция, ученые высоко оценили их, и в журнале Nature, к примеру, была опубликована восторженная рецензия. Иллюстрации к этой книге настолько значительны, что каждый, кто желает добраться до сути любого астрономического явления, испытывает желание обратиться прежде всего к ним. Ни одному исследователю до сих пор не удавалось положить перед читателем более правдивые или поразительные виды естественных объектов, чем представленные здесь. И я могу добавить, что редко, когда прикладывалось столько труда, чтобы получить такую точность. Действительные фотографии лунной поверхности, кстати говоря, увидели свет также на книжных страницах. Однако произошло это спустя примерно 20 лет после первого издания работ Джеймса Несмита. Фотографический атлас Луны Мариса Леви и Пьер-Анри Пьюзе, выходивший с 1896 по 1910 год, стал финальным достижением астрофотографии XIX века. В 1896 похожую работу выпустили исследователи Калифорнийской обсерватории. Тем не менее, труд французов считается более обстоятельным. Причем не только по меркам той эпохи, вплоть до 70-х годов XX столетия проект выглядел достаточно актуальным. Атлас был издан в 12 частях, в каждой из которых, за исключением первой, было по 6 изображений. Длительный период выпуска этого многотомника объясняется тем, что для получения совершенных астрофотографий требовались идеальные погодные условия. А с 1896 по 1907 год, когда шла работа над проектом, было всего от 50 до 60 суток с удобными для съемки вечерами. Как в случае и с другими изданиями, опубликованными в нескольких томах, до наших дней дошло очень мало полных комплектов этой книги, и коллекционерами высоко оцениваются даже отдельные листы. Еще одно важнейшее мультичастное научное фотографическое издание того века – «Движение животных Эдварда Мейбриджа», вышедшее в 1887 году в 11 томах и субсидировавшееся университетом Пенсильвании. Этот монументальный исследовательский труд механизмов движения включал 781 изображение и продавался по подписке за 500 долларов. Однако помимо научной ценности у этой книги имеется и другое значение. Многие человеческие модели на снимках Мейбриджа предстают в обнаженном виде, что автоматически делало их объектами эротических фантазий и выводило аудиторию издания далеко за претелы специализированной. Кроме фотоальбомов о путешествиях, кроме сопровождаемых снимками научных и медицинских трудов, получила развитие и профессиональная документальная книга. Если первые два десятилетия фотографии и книги с ними создавались главным образом любителями, то к 60-м годам ситуация меняется, и в дело приходят совсем другие авторы с гораздо более практичными и профессиональными взглядами, что находит отражение и в издательской среде. Несомненно, одними из ключевых работ в этом смысле становятся военные фотокниги. Принято считать пионером военной фотографии Роджио Фентона, хотя он был далеко не единственным человеком, снимавшим «Крымскую кампанию», первую в истории нового медиума. В том же направлении трудились также Джеймс Робертсон, Шарль Ланглуа, чьи изображения конфликта были не менее эффектными и, возможно, даже более драматичными. Однако работы ни того, ни другого не были выпущены манчестерским издательством в виде роскошного фолианта по цене в 60 золотых геней и под патронажем королевы. Фентон не придумал военную фотографию, но за счет книжного формата, безусловно, ее популяризировал. Примечательно, что снимки британца выполнены были в жанре пейзажа и формального портрета участников войны. Они не документируют, собственно, действия. Очевидно, что форму этой работы диктовали коммерческие и пропагандистские аспекты, ведь целью Фентона было создание положительного образа крымской кампании. Поэтому на его кадрах нет ни раздувшихся трупов, ни истощенных раненых, ни больных дизентерией. Но такие канонические изображения, как долина смертной тени, фиксирующая усыпанный пушечными ядрами ландшафт, показывают, чтобы представить яркую картину события, документальные фотографии не обязательно передать действительность, достаточно продемонстрировать чувства. Фотографирование гражданской войны в США и выпуск соответствующих книг были еще большим бизнес-предприятием, чем подобная деятельность Фентона в период крымской кампании. Фактически, это была первая война, сфотографированная от начала и до конца профессионалами. Две ключевые работы, созданные на этом поле, это издания Александра Гартнера и Лёжа Барнарда. По сути своей, эти книги, как и Фентоновская, документируют военный ландшафт и ландшафт человеческий. Тем не менее, скетчбук Гартнера открывает новые аспекты презентации войны. В частности, он показывает тела погибших, публикация изображений которых запустила по сей день продолжающуюся дискуссию о правомерности и обнародовании таких фотографий. Один из иконических кадров Гартнера, приведенный в книге, как известно, является постановочным. Вместе со своим ассистентом фотограф переместил труп молодого солдата примерно на 30 метров в сторону, чтобы сделать более живописный снимок. Но, как ни странно, современников, даже знавших об этом, занимало скорее то, что они видят изображение мертвого тела, а поэтичные комментарии, которыми автор сопроводил кадры в этой книге, эту картину только усиливали. Хотя большинство изданий XIX века имели в широком смысле документальную природу, и научные труды, и военные, в сущности, были сделаны в одном творческом ключе, к числу влиятельных фотокниг относятся и работы другого толка. Утверждение художественных публикаций также началось во второй половине столетия, которую, как я уже говорила, некоторые исследователи называют «золотой эрой» фотографических изданий. Основным жанром для авторов, двигавшихся в этом направлении, был опять-таки пейзаж. Предпочтительно пейзаж с живописными руинами. Такая актуальная для того времени комбинация природы и старины. Но больший интерес представляют книги, презентующие фотографии в жанре так называемого высокого искусства. Прежде всего, к подобным изданиям относятся королевские идиллии Джулии Маргарет Кэмерон. Это иллюстрированная версия одноименной известной поэмы Альфреда Теннисона, выпущенной в 1874 году. Уроженка Калькутты Кэмерон была в известном смысле обручена с искусством. Ее муж – автор трактата о прекрасном и возвышенном. В ее обращении к фотографии не последнюю роль сыграл изобретатель цинотипи Джон Гершель, который присылал ей ранние снимки в технике Тальбота. Переехав в Англию, она занимается воспитанием шестерых детей, посещает выставки, сводит знакомства с живописцами, писателями. Фотографии она всерьез начинает заниматься примерно с 1863 года, когда на свой 48-й день рождения получает в подарок камеру. Когда в 1874 году Теннисон, с которым она была дружна, сам попросил ее проиллюстрировать его произведение, Джулия Маргарет откликнулась на его просьбу с небывалым энтузиазмом. В течение трех месяцев она уговаривала своих родственников, знакомых и соседей выступить в качестве моделей для живых картин, подражавших полотнам художников при Рафаэлит. Кэмерон сделала в итоге 180 снимков, чтобы из них отобрать всего дюжину для публикации. Однако к ее разочарованию отпечатки большого формата в подготовленном издании были значительно уменьшены. Поэтому, заручившись поддержкой Теннисона и вложив в проект свои средства, фотограф выпустила оригинальную книгу, появившуюся к Рождеству 1874 года. Эта работа была первым примером с режиссированной фотографии, отправной точкой для изданий в жанре фоторомана, для изданий с последовательным визуальным нарративом, пусть и поддержанным в данном случае литературным текстом. Уже в 20 веке снимки Кэмерон вызвали осуждение со стороны модернистской критики, посчитавшие ее кадры, кадры в частности из королевской идиллии, фальшивыми и искусственными. Коллекционер и исследователь фотографий Хельмут Гарренсхайм в частности называл их нелепыми и любительскими. Впрочем, таковыми считал работы Кэмерон и ее современник Питер Генри Эмерсон, еще одна важная фотокнижная персона своей эпохи. Автор трактата «Натуралистическая фотография, подготовившего начало для длительного перехода к модернистской традиции». По меткому выражению Чайлда Бейли, это исследование имело эффект взрыва бомбы во время чаепития. Эмерсон был убежден, что фотография не должна подменять собой живопись и заботиться о художественных эффектах, желая добиться признания. В его понимании это был отдельный вид искусства. Одной из главных идей Эмерсона был дифференцированный фокус, имитировавший человеческое зрение. Иными словами, снимок должен был быть резким в тех фрагментах, куда направлен взгляд зрителя, а края должны быть менее четкими. «Натуралистическая фотография» была издана в 1889 году, но тремя годами ранее, в 1886, Эмерсон уже попытался на практике осуществить свой готовящийся манифест, издав книгу «Жизнь и ландшафт Норфолкских озер». В 1940-х годах места, заснятые фотографом, считались этаким первобытным раем, изобилующим дичью и ароматными цветами. Но к 1980-м Норфолкские озера превратились в популярный курорт, и издание Эмерсона было своего рода попыткой сохранить уходящий образ жизни, оттесняемый процессами урбанизации и модернизации. Фотографу были интересны рыбаки, землевладельцы, ручной труд, и, желая представить аутентичные картинки, он уговаривал местных жителей позировать ему, расплачиваясь с ними парой монет или кружкой пива. Его работа, жизнь и ландшафт – один из самых роскошных фолиантов, даже в своем обычном воплощении было еще лимитировано издание 25 экземпляров. Эта книга проиллюстрирована платиновыми принтами, а не фотографиями. Тем не менее, она является фотокнигой с законченной, последовательной концепцией, внутри которой изображение Эмерсона действует согласованно с текстом Томаса Фредерика Гудала. «Брачный союз слова и образа» – так охарактеризует сотрудничество двух авторов критик Джерри Беджер. Впрочем, лучшей книгой Эмерсона считаются его болотные страницы. Это 16 изображений в сочетании с шестью десятками коротких произведческих эпизодов, включающих фрагменты сельской жизни, фольклор, сказания, авторские наблюдения и размышления. В этой работе Эмерсон постепенно подходит к формату издания, являющего собой непростую смесь документального и метафорического. В 90-е годы Эмерсон разочаруется в своих идеях, напишет трактат о смерти натуралистической фотографии, он отвергнет ее притязание на искусство и отведет изображению исключительно научную роль. Любопытно на фоне этих рефлексий Эмерсона выглядит титаническая работа Эдварда Кертиса, посвященная североамериканским индейцам. Его «20-томник» – это феноменальный этнографический труд, который был опубликован уже в новом веке, в период с 1907 года по 1930, но однако он является памятником фотокнижного движения 19-го столетия. Он был издан ограниченным тиражом, распространялся только по подписке. Книги Кертиса были сделаны с размахом, богато, тонкая бумага, дорогой кожаный переплет, непомерно высокая цена, доступная лишь заядлым коллекционерам и крупным библиотекам. В 1907 году подписка на эту работу стоила около 3000 долларов, к 1924 году цена выросла до 4200. И хотя у Кертиса был план продать 500 комплектов, он сумел сбыть менее 300. Но необычность индейцев Северной Америки заключается не только в беспрецедентном масштабе издания, но и в новаторской комбинации социальной науки и фотографии. Эти книги имеют претензии на то, чтобы считаться оригинальным эстетическим опытом. Кертис отказывается от четкого разделения пространства науки и искусства. Он стремится к интеграции и работает в стиле, который в своем эссе об этом проекте исследователь Шамун Замир обозначит как «art science». Снимки во многотомнике Кертиса не просто подтверждали научный текст или являли собой визуальные повторы публикации, они утверждались как активный и самостоятельный элемент. И что примечательно, Кертис, как и Эммерсон, не всегда полагался на достоверность передачи реальности. Например, кадр на берегах Клерлейк – это организованное, срежиссированное изображение коренных североамериканцев, чьи племена практически прекратили свое существование, когда фотограф решил их снимать. Поэтому, по сути, он выполнил постановку. С точки зрения модернистов, проект Кертиса был предательством эстетической независимости фотографии, отвоеванной с таким трудом. Дело в том, что, когда его работа была завершена, наступили окончательно совсем другие времена, и индейцы Северной Америки выглядели уже достаточно архаично. Пекторалистская традиция, которой следовал Кертис, была теснена. Действовали уже другие технологические и формальные принципы, питаемые во многом художественным авангардом, что неминуемо сказалось и на фотокнижной среде. Однако этому будет посвящена уже следующая видео-лекция проекта. Следите за обновлениями в блоге «Дессиси Фотобук», а также в онлайн-магазине фотодепартамента. До встречи в мире фотокниг!